Мы находимся в состоянии жестокой стагнации. Мы видим падение абсолютно по всем отраслям. Очень, наверное, яркий пример это падение ВВП Украины вдвое. На сегодня оно составляет порядка 85 миллиардов против 180 миллиардов в 2003 году. ВВП на душу населения упал с 4000 до 2000. И как следствие бюджет Украины в долларовом эквиваленте тоже сократился вдвое. К чему это приводит? Это приводит к сокращению всех социальных программ. Мы видим псевдореформы, которые на самом деле разрушают социальные обязательства государства перед пенсионерами. Медицинскую так называемую реформу, которую никто не видел, никто не сформулировал. Но по отдельным заявлениям очевидно, что это просто сокращение расходов. Два года мы еще как-то жили за счет инерции. За счет того, что предприятия, которые были экспортно ориентированы на рынки стран содружества, находили обходные пути и поставляли свои товары там, где они востребованы. Подписание экономической части об ассоциации с ЕС, вопреки словам президента, принесли огромные убытки экспортерам, поскольку в разделе квотирования было жестко урезаны объемы поставляемой ранее продукции в Европу. Можно это подтвердить на прикладе Харьковского региона? Харьковская область, она вообще экспортно ориентирована в целом была на Россию. Предприятия Хартрон, Электротяжмаш, ХАС, ФЭД, Харьковский транспортный завод, да и многие-многие другие имели исключительно рынки там. На сегодня они почти полностью остановлены. Пакет заказов, который они имели на 5 лет вперед, естественно сократился. Они работают не в полную занятость, идут сокращения, идет миграция кадров, поскольку на тех рынках, куда наша сейчас продукция благодаря взаимным санкциям не поставляется, образовался определенный вакуум. Происходит строительство предприятий, которые занимаются импортозамещением. Естественно, они перекупают самых грамотных, самых квалифицированных специалистов у нас, тем самым делая для нас невозможным потом возобновление производства в случае, если ситуация на Донбассе будет нормализована и ситуация во внешнеполитической сфере урегулирована. Я имею в виду с нашими соседями. И мы сможем все-таки отменить двухсторонние санкции. Поэтому Харьков, естественно, страдает. Харьков перестает быть донором в том объеме, в котором все привыкли его видеть. Ведь это были колоссальные предприятия, на которых работали сотни тысяч людей и которые перечисляли миллиарды в бюджеты всех уровней. То же самое, по сути, происходит везде. Ведь, еще раз говорю, мы не приобрели новых рынков и потеряли старые. Это последствия. Касательно трех двести. Когда Гройсман об этом сказал, я сразу сказал, что это чистейшей воды популизм. И был вызван он негативом в обществе по поводу того, что народные депутаты в проекте бюджета заложили себе двойное повышение заработной платы, а гражданам Украины предусмотрели всего десятипроцентное повышение. Кроме того, в тот момент, если помните, был скандал вокруг Е-деклараций, которые были опубликованы народными депутатами. И эта волна могла, конечно, иметь массовый антиправительственный характер. Значит, это была попытка просто перехопить элементарную инициативу? Не так все просто. В тот момент это лежало в поле пиара. Но дальше, когда мы будем анализировать изменения, которые были внесены в налоговый кодекс, и законы, которые сопровождали все это, становится понятно, что таким образом правительство надеется еще больше забрать денег у обычных бизнесменов. Очевидно, что при насильственном повышении зарплаты, даже в тех отраслях, где это неестественно до трех-двухсот, увеличивается налогооблагаемая база. И за счет уплаты ЕСВ правительство надеется получить больше денег. Они даже предусмотрели для частных предпринимателей оплату ЕСВ от минимальной заработной платы, даже в случае, если предприятия не функционируют на сегодня или они являются убыточными, что вызвало массовое закрытие. На сегодня, если я правильно помню статистику, таких частных предпринимателей более двухсот тысяч уже прекратили свою работу. По Украине. По Украине. И мы понимаем, что этот процесс продолжается. Нужно ли повышать минимальную заработную плату? Я бы сказал, что нужно повышать уровень жизни наших граждан. Всегда, если вы помните, до прихода к власти правительства Яценюка системно повышались минимальные заработные платы и пенсии. Яценюк первым указом внес мораторий на повышение заработных плат и пенсии. Помните такое? Заморожение. Они были мораторий, да. Поскольку их заморозили, и при колоссальной инфляции, девальвации гривен, уровень жизни человека, соответственно, точно так же девальвировал и точно так же уменьшался. Нужно повышать зарплату. Но это должно быть обоснованно. Это должно коррелировать со многими другими процессами, а в частности с ростом экономики. То есть есть покупательная способность. Тем своим, я считаю, очень неудачным решением по мораторию и индексации, которое было принято в 2014 году, был убит рынок внутреннего потребления. Потому что у людей физически стало меньше денег, и они начали отказываться от товаров сначала не первой необходимости, а потом урезать себя и в товарах первой необходимости. А вы знаете, такая же ситуация происходит и сейчас. Люди отбавляются от дорогих сортов хлеба. Мы про это рассказали в первой эфирной године программы аргумент от дорогих, даже не очень дорогих сортов сыра. Идет скорочение. А любые исследования показывают, там, где человек начинает завершать жертвы на ежи, это означает, что что-то в государственном механизме идет не так. Это очевидно, но тут еще есть два следствия. Самое первое – это здоровье нации. То есть люди отказываются от полноценного нормального питания и от лекарственных препаратов, которые им просто остро необходимы. Естественно, мы за прошлый год, у нас есть естественное убыль населения 400 тысяч. Вдумайтесь, 400 тысяч человек. Это официальные данные. Мы находимся на первом месте в мире, подчеркиваю, в мире посмертности. И это, безусловно, в том числе и уровень жизни, который нам уготовило наше правительство. И второе – когда люди начинают отказываться от потребления тех или иных товаров, это означает, что производство этих товаров начинает сокращаться. То есть предприятия начинают производить меньше. Как следствие, происходит сокращение штата, поскольку им нужно покрывать свои административные и производственные расходы. Уровень безработицы, по данным МОД Международной организации труда, на сегодня 10%. Это самый высокий уровень безработицы в Европе. Естественно, когда люди не имеют работы, чем они занимаются? Чем-то не в правовом поле для того, чтобы прокормить свою семью. И мы видим многократный рост преступности. То есть, казалось бы, простое решение по мораторию на индексацию, оно рождает сразу цепь событий. При этом любой маломальский грамотный экономист это понимал и мог объяснить. Я не понимаю, почему был такой уровень непрофессионализма Кабмина. Остается догадываться. Мне иногда кажется, что это целенаправленная политика. Ведь когда уровень жизни в стране падает, то начинают дешеветь ее активы. А учитывая ту масштабную приватизацию, расширение, вернее, исключение списка стратегических предприятий, и реально предприятий, которые обеспечивают безопасность нашей страны, говорит о том, что нас готовят к тотальной распродаже. Плюс, если вы видели этот миллиард, который нам обещает МВФ, он идет в обмен на ряд требований. И самое главное, мы даже сейчас не берем снижение социальных стандартов и повышение пенсионного возраста, там снятие моратория с продажи земли, формирование рынка земли. То есть нас хотят реально скупить за копейки. И чем хуже люди живут, тем меньше эти копейки, которые мы получим, будут, и тем они будут более долгожданными, и с легкостью будут поданы властью, как великая победа. Я напомню, стоимость, когда, помните, хотели приватизировать припортовый, то цена варьировалась от 760 до 900 миллионов. Вот здесь и припортовый завод. Да, сейчас его сняли с торгов, 200 никто не дает. Предприятие Центрэнерго, дискуссия шла в районе суммы 1,5 миллиарда долларов. Сегодня дискуссия идет вокруг 200 миллионов долларов. Мне кажется, что это делается специальным. Они отрабатывают те задачи, которые, по сути, им диктуют их спонсоры. Страдают только от этого украинцы. Я только напомню, что вопрос о приватизировании снова отрабатывали до порядка Денного Кабміну. Не далее, как сегодня, снова были перезатвержены ци планы, надходление коштей до доходной частини державного бюджета. Если не помню, то называли цифры надходить от приватизирования. Это 190 миллионов гривен за минулий рік. Это больше на 25% против предыдущего года. Но в сумме это всего-навсего 1%. 1% из 100 возможных. Практично это ничего против того, а это 17 миллиардов гривен, которые влада планует заложить до доходной части бюджета. Это вопрос до вас, как до законодавца. Мы говорим о сейчас про реальный экономический свят. Вы его достаточно переконливо смалювали. До речи, у ваших спільниках никто другой, как один из очень известных авторитетных иноземцев, Иван Миклош, экономический радник чинної влади. И еще на початку выникновения цієї идеи, про 3200, он попереджал, что любая инициатива экономическая, которая не имеет экономической природы, вона преречена на три крапки. Чим закинчится приватизация? По 3200 давайте закончим. Это естественно уже родило ожидание, которое ограничится с инфляцией. Это естественно негативно скажется на многих отраслях и на многих предприятиях, которые снизят как раз базу налогообложения. И мы только увидим, как люди будут уходить в тень. Естественно власть будет усиливать фискальное давление и будет надеяться, что она получит с каждого предприятия штраф в размере 320 тысяч за сокрытие рабочих мест. Так или иначе, это однозначно даст негативный импульс экономике страны. Это было невзвешенное, неправильное, несвоевременное решение. И нужно было заниматься на самом деле подъемом экономики и после этого повышать уровень жизни. Государство должно себе это позволить. Мы приняли бюджет.